Для меня, например, главная проблема – это проблема омоложения кадров. Наши педагоги уже в основном пенсионного и предпенсионного возраста. И хотелось бы услышать, какие меры предпринимаются в области для того, чтобы привлечь молодых педагогов в наши школы. Хотелось бы этот вопрос начинать решать, когда дети еще учатся в школе, работать над профориентацией, чтобы дети уже выбирали профессии, связанные со школами. Хочется, чтобы и родительская общественность услышала то, над чем работают люди, которые во власти. И хотелось бы, чтобы и власть, то есть люди, которые руководят регионом, слышали те проблемы, знали о тех вопросах, которые интересуют нас родителями. Мне кажется, очень важно наших ребят заранее к этому готовить и развивать этот навык осознанного выбора. Чтобы они уже с младшего возраста имели возможность попробовать что-то. И как раз до этого, в том числе, существует дополнительное образование. Это не только творческая самореализация, спортивная, но и играние профориентации. С следующего года в нашем регионе, для этого уже много сил сделано, заработает персинфицированная система подобного образования. Как это будет выглядеть? То есть каждый ребенок будет иметь электронный сертификат, который он может использовать и выбрать те кружки, секции, дополнительное образование, которые будут представлены на территории нашего региона. Очень хорошая большая школа, она находится как раз возле проезжей части. И мне бы хотелось знать, как наши дети будут обезопасены. В нашей школе достаточно много мероприятий проводится по безопасности дорожного движения. У меня разводятся различные и акции, и уроки, и круглые столы. Ну, думаю, может быть, здесь что-нибудь новое хочу посмотреть. Может быть, что-то принесу в нашу школу, потому что я являюсь активным участником Дельского комитета. Ежегодно при подготовке 1 сентября проходят ремонты, проходят капитальные ремонты, замена окон, ремонт крыш, спортзалов. У нас в общей сложности уже 455 школ и детских садов прошли программы ремонта. Понимаем, что будет достаточно, в связи с тем, что это достаточно взрослый фонд, достаточно большой возраст наших школ. У нас есть даже школы, которые еще относятся к концу 19 века, где проходят занятия. И поэтому та программа, которую объявил президент по реновации школ, по капитальной ремонту школ, будет активно реализовываться, объявляя на территории нашего региона. У нас в 2022 году вторую программу комплексного капремонта школ. Это будет 49 учебных заведений на территории нашего региона, в которых только по программе президента будут проходить ремонт. Плюс еще у нас есть дополнительные программы, которые инициированы и президентом, и партии «Единая Россия». Я думаю, что в общей сложности это будет порядка 65 школ. Два миллиона предложений поступили в программу, в которой по поручению президента «Единая Россия» стало соберут. Президент, он периодически выступая, преобещаясь к обществу, продирует, как мне кажется, очень доступно, главные смыслы времени. И тогда было сказано, что сейчас задача, подводя, кстати, итоги, работа, заработка, состоит не в том, чтобы увеличить процент, улучшить какие-то показатели внутри вероинственных, государственных, даже статистических, а добиться, я думаю, все обратили на это внимание, добиться главного, чтобы в каждой жизни страны почувствовал улучшение и улучшение своих влашек, своих старших. Так мы стали знать. Спасибо. Спасибо.